Новый вид полевания на фазанов появится в центральном регионе. Сдобыть экзотичную птушку можно будет в Капыльском районе. Литерально вчера в вольеры завезли 200 птушек. За зиму они подрастут и выведут птушанят, после чего и начнется полевание. Антонина Станкевича ценила перспективы новой послуги. Можно подкрасть к фазанам, чтобы их сблизить снять. Но надо это делать тихонько, осторожно и желательно не разговаривать. Или чуть-чуть шепотом. Птушки не вельми спешаются позировать на камеру и настороженно ставятся до гостей. Ничего дивного природа такая, отлумажат специалисты. Хоть каждый полевничный должен знать, где сидеть в фазан, но все-таки подобраться близко до этой птушки задача довольно непростая. С правом тем, что фазаны что-то довольно пужливая и продбашливая, своим голосом навод попередживая свояков про небеспечность. Фазанов завезли сюда, в вольеры, напереды дни вечера. Зараз птушки освоиваются в новых умовах. Для специалиста у Копыльска-Голезгаза это как раз то и выпадок, когда ей приходится вучиться одразу же на практице. Але поколь, что все отримлевается. Вот это вот кормушечка для корма птиц. Вот эта вместимость, съемка 7 литров сюда. Ссыпается зерной смеси. И за сколько они это все съели? Меньше половины осталось. Ну она немножко просыпалась туда, на дня 3-4. Вот, то есть это зерна хватит. Потом дополняешь. На протягу зимы и весны тут планують вывести птушанят и довести колькость фазанов до 2-3 тысяч. Минавито на такую колькость и различные вольеры. А потом открыть сезон полевания у природных умовах на специально подрихтованной пляцовце. На них охотятся обычно с легавыми собаками. Видеть и удовлетворять свои потребности общения с природой, с собакой, с любимым ружьем. Ну и видеть такую птицу и добыть вот такой трофей. Я думаю, что это престижно будет для каждого охотника Белоруссии. Я думаю, что за этим будущее, за этими птицами. Хоть полевания на фазанов и и новый напрямок для полевнических господарок это пилотный проект не только для центрального региона, а и всей Украины, специалисты спадеются на поиспех. У некоторых краинах заходной Европы полевания на экзотичную птушку целый ритуал для досветчанных. А тому различиваются не только на белорусских полевнических, а и гостей замежа. Пытаемся сделать это красиво, чтобы это был самый лучший фазанарий у нас в республике. Но я думаю, что и с европейскими можно будет подсегаться. Зараз у лесах в области открытый сезон массового полевания. Сдобывать можно не только птушку, а и звероу. Сезон продолжится до середины снежни.